Какие самые востребованные профессии и сколько получает молодой специалист в газовой отрасли? Такие вопросы томские студенты задавали представителям дочерних обществ и организации ПАО «Газпром». День кампании прошел в Томском политехническом университете. Более 700 будущих выпускников смогли не только задать все вопросы представителям «Газпрома» в формате прямой линии, но и заполнить анкеты и оставить свои резюме потенциальным работодателям на ярмарке вакансий. За стойками потенциальные работодатели в зале будущие молодые специалисты в формате прямой линии. Студенты спрашивали о средней зарплате и возможности карьерного роста для газовиков. Отвечали представители 14 дочерних обществ ПАО «Газпром». Большая делегация прибыла в Томск специально для участия в Дне «Газпрома» в ТПУ. По правде говоря, я уже трудоустроился на практику «Газпром» добычи ямбур. Но я хотел бы еще ознакомиться с другими предприятиями группы. Конечно, охота работать по специальности, которую я уже получила. Уже все осталось. Финишная прямая, защита диплома. Такие стендовые сессии и общение с будущими выпускниками – важное звено в подборе персонала на предприятия группы «Газпром». Особенно потребность в новых кадрах сейчас актуальна на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, где реализуется восточная газовая программа. Так, уже в декабре этого года планируется запуск магистрального газопровода «Силы Сибири», в связи с чем «Газпром Трансгаз Томск» активно набирает новых сотрудников филиалы в Амурской области и республике Саха, Якутия. Дарья Сосновская, Антон Сухушин, Вести Томск.